Привет, друзья! С вами Кирилл, и мы снова говорим об английском языке. Иногда нам всем не хватает мотивации делать что-то полезное. Не доходят руки, накатила усталость и слишком много отвлекающих факторов. Так же бывает и с изучением иностранного языка. Временами кажется, что топчешься на месте, что всё бессмысленно, да и нужно ли оно вообще. Если вам хоть раз приходили подобные мысли в голову, надеюсь, это видео будет для вас полезным. Сегодня хочу рассказать вам о том, что может дать знание английского языка вам и что оно дало именно мне. Я ни в коем случае не хвастаю своими достижениями, а привожу реальные примеры из своей жизни, как знание английского языка помогало и продолжает помогать мне в надежде замотивировать и вас. В школьные годы я любил английский язык и когда-то самостоятельно даже прошел курс английского языка для начинающих Европейской школы дистанционного обучения ЕШКО. Так мне хотелось совершенствоваться. Но мои знания были достаточно поверхностными и не выходили за рамки пятерки по английскому. Однако уже благодаря этим знаниям в старшей школе мне удалось пройти отбор по программе FLEX и получить возможность учиться в США. Конечно же я согласился, и эта поездка в 16 лет повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. Знание английского языка может помочь и вам получить возможность учиться за границей в США, Канаде, Англии, Ирландии, Австралии, в Германии, в Испании и в других странах, где есть программы обучения на английском языке. В некоторых странах образование бесплатно даже для иностранцев, а еще есть возможность получить стипендию. Также сейчас все более популярным становится получение образования онлайн. Если вы неплохо знаете английский, можете учиться чему угодно у кого угодно. И речь идет не только о высшем образовании. Например, вы можете пройти курс у известного фотографа, или программу фитнес-тренера, или поучиться у лучшего в мире дрессировщика собак. Подтянув свой английский до хорошего уровня, вы разрушите границы и будете иметь доступ к очень интересным возможностям учиться и развиваться, не будучи стесненными рамками только своего родного языка. Свою первую работу в 17 лет я получил, возвратившись из США, благодаря знанию английского языка. На первом курсе университета я пошел на кастинг синхронных переводчиков, для того, чтобы один вечер поработать на выставке под названием «Обучение за рубежом», куда приехали представители университетов со всего мира. Я работал на стенде ирландских университетов и помогал представителю из Ирландии отвечать на вопросы русскоговорящих студентов. В конце выставки ко мне подошли организаторы и совершенно неожиданно предложили мне мою первую постоянную работу, связанную с организацией обучения за рубежом для наших ребят, потому что им понравилось то, как я работал, а в особенности там требовался хороший английский язык. Спустя какое-то время я начал работать в одном из отелей в курортном городе, где тоже нужно было хорошо говорить по-английски, ведь на отдых приезжало много иностранцев. Я с радостью с ними общался и не упускал возможностей попрактиковаться. Периодически предоставлялся шанс побыть синхронным переводчиком, что тоже может быть очень интересно. Еще через время я уехал работать в классный отель в Таиланде, где я общался только по-английски. Так как мой английский был на хорошем уровне, я был ответственным за размещение и общение с VIP-клиентами, в особенности из англоязычных стран. Еще одна моя работа была связана с приемом иностранных делегаций, послов и иностранных бизнесменов, а также участие в переговорах с ними в качестве синхронного переводчика. Как видите, буквально любая моя работа требовала знания английского языка, причем не для галочки в резюме, а на практике. И если речь заходит о практике, появляется следующий плюс. Учаясь на третьем курсе университета, я получил возможность с группой ребят с моего факультета представлять Одессу на международной конференции по туризму. которая проходила в Италии. Нужно было подготовить презентацию о своем городе на английском языке и выступить перед представителями других европейских стран. Затем нас разделили на группы, и мы проводили исследования и делали по ним отчеты. Целую неделю мы провели во Флоренции, это был очень интересный опыт, который мне также помог получить английский язык. Хорошо говоря по-английски, вы получаете возможность профессионально расти, повышать свою квалификацию не только в родной стране, но и за рубежом. Вы можете обмениваться опытом с иностранными коллегами, прокачивать свои навыки, становясь все более востребованным на рынке труда. В общем, одни плюсы. По этому пункту вообще можно говорить бесконечно, настолько здорово читать, смотреть, слушать и играть в оригинале. Как здорово слушать «Lose yourself», «The show must go on» и «Shape of my heart» и понимать, о чем там вообще поют. Иногда песня даже может разонравиться, если текст бессмысленный. Напишите, бывало ли у вас такое. А если вы любите петь, насколько круто взять и спеть любимую песню на английском языке, понимая, о чем поешь, и подражая манере и акценту исполнителя. Как классно слышать до боли знакомый голос Роса из «Друзей», когда на экране жираф Мелман из Мадагаскара. Как смешно разговаривают осел из Шрека или дракончик Мушу из «Мулан» голосом бесподобного Эдди Мерфи. Можно смеяться до слез, когда понимаешь все непереводимые шутки в таких фильмах, как «Час пик» или «Плохие парни 2», где идет постоянное взаимодействие между героями, а юмор строится на языковых приемах и культурных особенностях. Даже не описать словами, насколько здорово слышать реальные голоса актеров и считывать настоящие эмоции, которые они вкладывают в свои реплики в оригинале. Ко всему прочему, вы можете читать новости, смотреть иностранных блогеров на YouTube, а также искать интересующую вас информацию в интернете на английском языке. Если вы мечтаете кардинально изменить свою жизнь и эмигрировать, английский поможет вам добиться этой цели. Можно поехать работать или учиться, можно выйти замуж или жениться, кому что нравится. На этом пункте мы не будем долго останавливаться. Смысл заключается в одной цитате Харуки Мураками. Владея английским языком на должном уровне, вы будете спокойнее и увереннее чувствовать себя во время путешествий и командировок и не бояться потеряться, пропустить рейс или заказать не то блюдо в кафе. Когда вы знаете английский, география ваших хороших знакомых и друзей тоже может постепенно расшириться. Например, я до сих пор дружу с некоторыми ребятами из США, а также с иностранными гостями отеля, в котором я уже давным-давно не работаю. Вы сможете найти людей со схожими интересами в том же Инстаграм, сможете познакомиться с кем-то во время поездки и сохранить это общение на долгие годы. Если у вас в планах нет путешествий за границу, все равно английский вам пригодится. Например, в магазине вы сможете понять, что написано на этикетке иностранного товара. В интернет-магазине вы сможете безошибочно сделать заказ. В конце концов, вы не купите случайно футболку с непристойной надписью. Изучение иностранного языка – это серьезная зарядка для мозга. Тренируется память, развивается находчивость и умение сказать что-то другими словами. Изучая любой иностранный язык, в том числе и английский, мы соприкасаемся с другой культурой и менталитетом, и это не может не повлиять на наше мировоззрение. К тому же, знание английского языка поможет вам, если в планах есть изучать какой-то другой язык, например, немецкий. Я знаю много людей, которым просто нравится учить английский как хобби. Ради фильмов, книг, ради новых знакомств, ради того, чтобы передать эти знания своим детям или внукам. Я даже знаю людей, далеко шагнувших за рубеж в полвека, которые нашли себе новое увлечение в виде изучения языков. И это самое главное. Даже если вы не поедете учиться или работать, не эмигрируете, не свяжете свою работу с английским, если вы не путешествуете и вам хватает русских друзей, все равно это очень интересно. Если вы знаете еще причины учить английский язык, напишите их в комментариях. Мне будет очень интересно почитать ваши истории, зачем вы учите английский язык, как он повлиял на вашу жизнь. В описании вы найдете ссылки на другие полезные уроки на моем канале. Не забывайте про Инстаграм. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Продолжение следует...